Такая прожженная баночка есть, наверное, на каждом втором балконе. Неудивительно, что новые правила МЧС сбудоражили всех заядлых курильщиков. Разбираемся так, можно все-таки курить или нет, и что нам за это будет. Курить запрещено. Источники открытого огня на балконах нельзя использовать. Накануне эту новость подтвердили в МЧС. Эксперты начали спорить, а является ли сигарета источником открытого огня, и что теперь делать курильщикам. Нельзя на балконах, в подъездах, в любых общественных местах. Остается только курить в себя. Это частная собственность. Человек, не нарушая, выходит на свои территории. Я понимаю, когда разжигать мангалы и прочее. Пусть курят, все равно курили и будут курить. Ничего не запретят. Всех все равно не уловят, не уследят. Плюс, потому что дым не поднимается выше соседей. Я за. Позже в МЧС поправили самих себя. Да, сигареты – это источник открытого огня, но все-таки курить можно и осторожно. Вот это изменение, оно не говорит о том, что курение теперь на балконах запрещено полностью, и сотрудники МЧС будут каким-то образом отслеживать курильщиков и пытаться их оштрафовать. А причина в печальной статистике. В 2018 году почти 2000 пожаров в стране произошли по вине халатных курильщиков. В Алтайском крае за 8 месяцев этого года 36 пожаров на балконах. Не так давно в одной из кондитерских городов сильно подгорели пирожные. Кто-то из соседей сверху бросил сигарету на козырек. Да, наверное, бычок кинули кто-нибудь соседям выше, и все. Самый громкий барнаульский пожар в этом году. Проезд северный в Лосихинский 60. В июле от непотушенного бычка сгорела вся крыша дома. Тушили всю ночь. Погорельцы несколько месяцев жили в прямом смысле без крыши. Ущерб более 7 миллионов рублей. На виновника пожара завели уголовное дело. Открываю окно, смотрю, здесь все не подъезды, кровля. Там уже дым валит во всем. Там столбом прям было. Нечаянно поджарить своих соседей можно и жаря шашлык на балконе. Таких случаев по стране тоже немало. Теперь за мангал и костер на балконе грозит штраф в 3000 рублей. Шашлык может подвести под уголовное дело, если произошел пожар с крупным ущербом. Главное, главное, если что, чтобы соседи не вызвали сто отдельно. Дай им петарды с балкона. Полетели! Раньше было сложно привлечь человека к ответственности, потому что статья, она вот именно так и называется. Нарушение требований пожарной безопасности, которые привели к пожару. А сам факт нарушения доказать было достаточно сложно, потому что вот в ППР напрямую не было запрещено использование открытого огня. То есть теперь будет проще дознавателю работать для того, чтобы вот именно привлечь к ответственности нарушителя. Получается, что курить по-прежнему можно и штрафовать за это не будут. Новые правила МЧС лишь ужесточают наказание за пожары. А вот тем, кто разжигает мангалы и ритуальные костры, придется подыскать другое место, не на балконе. Ирина Корчегина, Александр Антропов. День с толком.